всем привет вы на канале climate change в этом видео вы увидите последствия которым приводит вмешательство человека в экосистемы земли после просмотра напишите пожалуйста в комментариях что нужно сделать чтобы избежать климатической катастрофы экосистемы у побережья сиднее переживают массовую гибель морские экосистемы вдоль берега австралийского города сиднее сильно пострадали от последствий лесных пожаров засухи и штормов группа ученых the abyss project охарактеризовала состояние как потенциально худшие события массового вымирания на местном уровне за последние десятилетия засуха пожары и штормы вызвали сочетание суровых условий возникающих раз в поколении в мелких устьях увеличилась соленость так как приток пресной воды после засухи уменьшился а лесные пожары принесли в воду дополнительный фосфор и азот виды беспозвоночных обитающих на глубине до 8 метров сильно пострадали от ухудшения качества воды вымирание затронуло множество видов от крабов и морских ежей до губок и коралловидных беспозвоночных мощные штормы нанесли разрушительный удар по большей части водных обитателей к счастью на глубине более 8 метров или в областях смешения воды например в части сиднейской гавани морская жизнь осталась незатронутой растущие климатические стрессы в будущем могут уничтожить подводные экосистемы возле сиднея и по всему побережью экологи из сиднейского технологического университета предложили создать морской заповедник который будет включать 17 охраняемых зон охватывающих 2,4 процента вод около города вырубка лесов в амазонии достигла нового рекорда экологи предупреждают что 2020 год станет самым разрушительным для крупнейшего в мире тропического леса с еще большими потерями чем в результате пожаров в 2019 году мы сталкиваемся со сценарием полной катастрофы для амазонки заявили специалисты всемирного фонда дикой природы в бразилии регион хорватии объявил положение стихийного бедствия после гибели 50 миллионов пчел в меджимурской жупании на севере хорватии наблюдается массовая гибель пчел по предварительным подсчетам потери составили более 50 миллионов медоносных насекомых власти округа объявили стихийное бедствие ветеринарные инспекторы изучают причину внезапного пчелиного мора пчеловоды были потрясены столкнувшись с ковром из миллионов мертвых пчел лежащих на земле в районе между под турном и гординоватцем недалеко от границы с венгрией 20 пчеловодов потеряли около 600 ульев что составляет около 50 миллионов пчел предполагается что причиной этого экологического бедствия является отравление пестицидами хотя это пока официально не подтверждено в ассоциации пчеловодами джимуре заявили что ущерб экосистеме является катастрофическим тем более что это не первый случай мора пчел пестициды не единственная причина гибели пчел сообщество насекомых испытывает стресс вызванный изменением климата экологи также заявляет о загрязнении реки савы антибиотиками центр судебных экспертиз собрал образцы пчел меда и полевых растений для точного определения причин пчелиного мора с помощью лабораторного анализа пчеловоды получат денежную компенсацию однако нанесенный ущерб неизмерим так как пчелы очень важны для опыления культур изменение климата наносит серьезный урон спорту во всем мире согласно новым исследованиям мировой спорт столкнется с серьезными проблемами из-за нарушений климата в ближайшие десятилетия сообщает bbc в 2050 году 23 из 92 клубов английской футбольной лиги столкнуться с частичным или полным ежегодным затоплением стадионов тайфун который привел к хаосу в японии в 2019 году повлиял на чемпионат по регби дым от лесных пожаров в австралии помешал проведению теннисного турнира austrian tennis open в начале 2020 года крикет сталкивается с огромными проблемами во всем мире в связи с растущей температурой в индии австралии и вест-индии на площадках водилайде и перте в течение следующего десятилетия число дней при температуре выше плюс 40 увеличится на 60 процентов в докладе ученых говорится что в гольфе каждый третий турнир british open будет перенесен из-за повышения уровня моря зимние виды спорта также сталкиваются с неопределенным будущим исследователи говорят что из 19 мест где ранее проводились зимние олимпийские игры только 10 смогут проводить их на дне марианской впадины обнаружена ртуть ученые выявили что искусственное загрязнение ртутью достигла самой глубокой части океана морянской впадины это имеет серьезные последствия для морской среды так как вредное вещество накапливается во всей пищевой цепи ртуть концентрируется в морских организмах некоторые виды попадает небольшое количество эти виды потребляется более крупными рыбами вредные уровни ртути накапливается у животных которые находятся выше в пищевых сетях например количество ртути в рыбе мече 40 раз превышает концентрацию вредного вещества в лососе две группы ученых независимо друг от друга сообщили что в рыбе и ракообразных морянском желобе в тихом океане было обнаружено токсичная форма ртути легко накапливаемая животными команда исследователей из цензинского университета в китае развернула сложное глубоководное оборудование в ябском и морянском желобах в одних из самых недоступных мест на планете ученые захватили фауну на глубине от 7 до 11 километров и собрали отложения с глубины пяти с половиной до девяти километров специалисты получили свидетельство того что ртуть поступает на дно океана из его верхних слоев группа биологов из университета мичигана также взяла пробы рыбы и ракообразных из двух самых глубоких тихоокеанских впадин планеты желобок армадек около новой зеландии который простирается на 10 километров вглубь а также из марианской впадины в обоих местах ртуть обнаруженная в организмах подводных существ происходит из атмосферы и попадает в океан в результате дождей часть этой ртути производится естественным путем но больше ее количество поступает от человеческой деятельности это исследование показывает что загрязнение ртутью достигли самых отдаленных морских экосистем на земле друзья спасибо большое за просмотр выпуска пожалуйста расскажите в комментариях о погоде в вашей местности и не забудьте подписаться на наш канал до скорой встречи